Я признаюсь, я тебе наклеила жвачку, да, да. Это была я. Какие причины, Зай? Ты не помнишь свои сторис в лучших друзьях, как ты всех обсирала? В смысле всех обсирала? Да, даже ты и... Я не обсирала, я говорила, что... Настя, тогда все были в ахере с этих сторис. Че? Я не подкатывала к нему. Я с ним просто познакомилась. Ты бы к нему никогда не подошла, если бы ты не знала, что я с ним общаюсь. Всем привет, ребята. Сегодня мы снимаем обзор на третью серию XO Live. На третью серию, это очень жестко. Это, наверное, одна из самых жестких серий. Я, кстати, еще не смотрела. Я тоже, я тоже. А что смотрела, ребята? Прямо ты до? Могу сказать, что я была в шоке. Буду задавать несколько вопросов, у меня будет там, ну, некоторые вопросики не мажли. Если мне нужно будет уйти, выйти... Могу прокомментирую много чего, дорогие друзья. Так что вы готовьтесь. Сегодня будет очень весело. Очень интересно. Погнали. Как бы я с кем не ссорилась, я бы никому не наклеила бы жвачку волосы. По мне это жестко, прям, типа... Или кто-то это специально делает. Бля, я признаюсь, я тебе наклеила жвачку, да-да. Это была я. Ладно, это шутка. Я поверила. Я на самом деле убедительно так сказала, что я поверила. Потому что Настя нас не любит. Почему ты так думаешь? Не надо ли мне жвачку себе? Почему вы так думали? Ой, Настя, у меня было на тот момент очень много причин так думать. Вы закончили? Ну, знаешь, посмотрите. Да. Я с всеми нормально общаюсь, кроме Насти. Что у вас случилось? Блин, так жалко вообще. Так жалко. Так жалко. Так жалко. Очень жалко. На тот момент у меня было очень много причин, по которым Настя меня бесила. Был момент, когда Настя полностью упредила нашу команду. Был момент, когда... Когда... И это я еще не все причины назвала. Какие причины, Даня? Ты не помнишь свои сториз в лучших друзьях, как ты всех обсирала? В смысле всех обсирала? Бэмби, Бума, как ты ходила по комнате и говорила то, что здесь просто... Я не обсирала. Я говорила, что... Настя, тогда все были в ахере с этих сториз. Сначала я к тебе очень хорошо относилась. И когда вся команда говорила то, что ты не очень хорошая из одного человека, то я была единственная, кто говорила, да нет, нет, ну вроде... Да, 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 я помню. Вашу команду. Был момент, когда Настя подкатывала к парню, который подкатывал ко мне. И типа, он мне немного нравился. Давай, остановлюсь. В чем? Я не подкатывала к нему. Я с ним просто познакомилась, потому что нужно расширять свой круг общения. А потом сказала мне, блин, у него такая классная машина. Что такого, если у него реально классная машина, представляешь? Ну типа, ты бы никогда бы к нему не подошла. Я бы к нему не подошла, что у тебя классные сиськи. Ты бы к нему... Но я натуралка как-то, да. Давай так, ты бы к нему никогда не подошла, если бы ты не знала, что я с ним общаюсь. Нет. Я подошла 100%. Просто на тот момент, ты еще подкатывала к Володе, который был влюблен в Лизу. Чего, блядь, я не подкатывала к нему вообще? И у меня сложилось впечатление, что ты просто... Ты понимаешь, я и Володя, я вот дура такая вот большая. Ну типа, мы вообще не смотримся. Я ненавижу, когда люди не смотрятся вместе, типа, вот внешне. Ну не знаю, насколько я знаю, тебе вроде нравился Володя. Нет, мне не нравился Володя никогда в жизни. Это просто, блядь, меня очень бомбит, потому что тут, ну прям, очень много негатива на меня. Это какой-то вынос мозга. Я смотрела такое, чего, блядь. Ага, это все, да? Нет, просто у меня есть вот эти факты, которые, ну типа, для меня это факты. Смотри, а... Но если ты говоришь, что это не так, то окей, значит, разберемся в этом. Ну типа, мне все равно. Сейчас я к тебе правда хорошо отношусь, но на тот момент, вот что я чувствовала и почему я так к тебе относилась не очень. Потому что, правда, я была единственным человеком в какой-то момент в команде, который за тебя заступался, когда вся команда была против тебя. Да, а потом взамен я получаю всякую хуйню. Ну, Чану я не считаю. Всем было похуй, на самом деле. Нет, ты просто не знаешь, что было. Ну, вы тоже не знаете, что было. Как вы на меня смотрели, как вы со мной общались, вообще никак. Я знаю то, что это факт, то, что в тот момент я была единственным человеком, кто тебя защищал. И когда у нас было собрать. Ну, я просто тебе приведу пример. Спасибо большое, Даша, спасибо, правда. Я просто... Мне было очень приятно, я вообще офигела тогда, что ты такая, ладно, пойдем разберемся с ***, типа, давай поговорим. Я просто по***ю честно. Но только я приехала в Иксо, только первый день. Помнишь, мы с тобой... В первый день я дала тебе одежду свою, чтобы ты, сука, хорошо глядела. А ты говоришь то, что я была негативным персонажем, и я тебя защищала. Стоп. И я говорила Степе то, что как может с Настей так поступать? Когда я тебя говорила то, что не будет с тобой с ноунеймом сниматься, типа, в одном видео. Я тебя защищала и говорила, блин. Я этого не знала, блин. Вот. И таких, типа, примеров очень много. И ты говоришь, что я к тебе негативно относилась. Дай мне сказать, зай. Я когда только приехала в Иксо, мы с тобой не были знакомы, вообще не виделись. Да, и прикинь, я тебе в этот же день даю свою одежду, хотя я никому не... Ну так, будь мне пока сказать. Только приезжай в Иксо, я сказала, что я тебя считала негативным персонажем, когда с тобой не была еще знакома. А когда вот ты мне дала всю одежду, вот это вот, вот это вот, все начало со мной нормально общаться. Мы с тобой начали нормально вот прям с первой минуты там про вещи какие-то разговаривали. Я думаю, пипец, она классная, пипец. Вот, и мы с тобой тогда заобщались, да, вот это вот, да. И после этого мы переезжаем в Систерс Хаус. И несмотря на ту всю фигню, которую я постоянно про тебя слышала и защищала тебя, вспомни, как я тебе писала, Настя, не хочешь к нам приехать? Вот, мы типа с девочками приехали, не хочешь к нам в гости приехать? Не помню. Ну, я с ним, наверное. И потом он мне такой, типа, пишет, я вчера была в клубе, и там была Настя. Я такая, ну, классно, а я видела, что они в одном клубе. Потом он мне рассказывает, что она пришла к нему танцевать. Потом он мне рассказывает то, что она в его телефон записала свой инстаграм, чтобы он на нее подписался. Такого не было, Даш. Настя, я тебе в тот же вечер пришла и все это рассказала, и мы над этим смеялись. Это понятно, но что ты так вот говоришь? Но ты это признала в тот вечер. То, что я взяла у него инстаграм, но я не записывала в его телефоне свой инстаграм, типа. Так преподносишь, как бы я последний раз. Нет, меня там не было, я не знаю, что там было, просто рассказывают, как я это поняла. Я просто познакомилась с человеком, типа, можно общаться, представляешь, с людьми, ну, противоположного пола. Это нормально. Вот, я не собиралась к нему подкатывать. Еще я 10 лет занималась танцами, представляешь? И я люблю танцевать на тусовках. Вот, этот человек тоже занимался танцами. Он тоже прикольно танцует. И можно, между прочим, ну, танцевать вместе. Не, ну это классно. Меня там не было, я не знаю, что там было. Типа, ты, наверное, права. Но, как бы, никто не собирался уводить у тебя парня, и, как бы, я этим делом вообще не занимаюсь. Чужое счастье нельзя никогда не есть. Ну, на тот момент, исходя из ситуации с *** и с Володей, я думала по-другому. А на это мне не подходит ничего из этого. Не рассказывают, вроде такая, типа, ой, там вчера был тот чувак, с которым ты гуляла. И это такая классная. А он говорит, у него такая крутая машина, и еще он, 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 он. Блин, ты уже так разгадываешь. Ты реально, ты реально так, ну, у меня же не твой голос, но ты реально так сказала. Ты вот именно так и сказала. У него, кстати, такая классная тачка, и я такая, типа, говорю, это не его, типа, он у подруги взял. И ты такая, а, да? Это вот так было. вот из-за чего все это началось то что ты мне сказала одно то что ты его просто там встретила а по факту потом он мне позвонил и рассказал совершенно другое поэтому я и офигела типа думаю странно настя рассказал одно по факту то совершенно по-другому и потом настя такая просто она не договорила я готова показать его я кстати так и прям занервничала когда ты начала открывать чемодан вот я прям сейчас ничего не получит он пустой там была типа куртка какая-то ну чё-то типа две вещи вот и маша такая сразу так как так так девочки ну на самом деле в этом есть что-то потому что часто мне люди говорят то что они мне не знают но просто тебе кажется что ты меня не знаешь но я вот такая даже мне потом типа маша объясняла что ты реально вот ну такая вот показать я пойду не очень хочется куда ты пойдешь я пойду наверх я еще раз повторюсь то что его для меня было прям пример вот и я помню что когда только приехал вот вот этот момент ну как бы я прям новенькая сейчас выпала когда мы снимали она на меня смотрелась ну как она всегда обычно смотрит тоже тоже его такой человек просто вот но и это нормально вот и также я просто не могла к этому привыкнуть она просто ну такая вот вот такой вот у неё взгляд а я думала что это какой-то злой взгляд и может быть это реально был свой взгляд но она реально всегда обходила меня не здоровалась у меня с Евой тоже иногда бывает что я там могу ей что-то рассказывать или просто как-то общаться или просто здороваться и такое ощущение что она просто не хочет собой вот именно но я просто вот поняла что это просто ее характер ну да она даже типа условно к Маше может так типа порой это просто Ева это как ты тоже типа у тебя же есть вот это то что ты можешь сказать чоп и для нас это будет грубо так я же говорю мы все тут собрались вот такие еще ну не знаю ты типа месяц не будешь спать или что ну крыски такие хорошенькие на самом деле если бы у меня была такая ситуация я бы тоже там с Чаной так же обсуждала конечно любые девочки это же девочки реально меня просто бесит она лицемерка допустим я не знаю насколько она лицемерка я просто с ней общаюсь я вижу как она язвит хотя возможно я тоже как-то отвечаю типа неприятно но потому что короче надменность у нее какая-то есть я не знаю может быть я не права но мне это кажется я с ней не общалась что так это понимать мне кажется надменностью но у тебя действительно она была это все обсуждали мне казалось что я вообще всегда смотрела на всех напуганно типа потому что я реально боялась вас боялась что-то сказать лишнее может быть это какая-то защитная реакция может быть это какая-то защитная реакция мы прям бесячие в принципе я уже со с кем угодно просто с Настей у меня даже нет желания вкладывать свою энергию в то чтобы с ней подружиться на самом деле это же реально так типа нам было норм у меня были свои друзья типа были свои друзья как бы это не было как бы мы не называли себя семьей но каждый общается с со своими друзьями вот и типа ну как привет пока и всех это устраивало конечно было неприятно как какой-то мере да типа но типа не было так но это было не настолько неприятно что вот нужно вложить свою энергию в перемирие типа по я не знала что она смотрит и наблюдает и подслушивает я не знала она такая сладкая стоп это чей фен ну это мой я прям вообще какого это оказался ее пен из всех пенов на свете которые можно было взять это именно ее пен это узнала то что ты делала дизайн xo life короче я этого всего не знала и я тебя так зауважала в тот момент и сейчас ну я и так уважала тебя вот и восхищалась то что ты классно очень рисуешь и это очень круто спасибо просто недавно видела видео и там ты немножко другое говорила мне было очень обидно если честно какое что я говорила однажды когда я только пришла в команду я была по поводу этого видео на самом деле ты меня тут выставила таким прям чмом нет это просто недопонимание ну да это недопонимание потому что мне пипец было сложно в тот момент я уже девчонкам говорила что поначалу ты же видела что я у тебя тогда помнишь мы лежали я спрашивала у тебя было такое ощущение что там ты себя изгоем чувствуешь что ты как вообще с ребятами общаться типа и каждый день мне было реально страшно и я не понимала что мне делать я искала типа минусы в себе я ну со мной тогда происходило что-то ужасное и типа всем сложно но просто я думаю что все равно типа там каждый заслуживает то что у него сейчас есть я не понимала что со мной не так и я искала типа у каждого какую-то фишечку какой-то ну плюс за что его хвалят типа в этом смысле да просто у меня тогда был такой типа диссонанс потому что там когда на собраниях там например хвалят и ты такая говоришь да да молодец а потом типа там наоборот из-за этого я решила спросить конечно я бы тоже такая типа но у меня есть минус я не знаю ну скорее всего это минус что я очень больная типа на конкуренцию для меня цифры вот это вот все я с самого детства ну вот иногда очень плохо с самого детства но для карьеры это очень даже хорошо для карьеры да но блин ребят мне кажется этот выпуск получился очень душевным я очень рада что Настя с Дашей помирились мы реально помирились я рада вот я сегодня была скорее как просто слушатель наблюдатель ставьте лайки подписывайтесь на нас на всех на меня особенно потому что я слушала это все подписывайтесь на наш общий аккаунт в инстаграме xo sisters club и ждите четвертую серию пока всем пока пока